Всем привет! Я Олег Кашин. Каждый день я пишу колонки и думаю о судьбах Родины, и сейчас мы прочитаем мою статью 2012 года. Конечно, конечно, все дело было в выборах и в Чурове. То есть, видимо, все предыдущие выборы были честными, а эти вдруг оказались нечестными. И российское общество по этому поводу неожиданно возмутилось. Вбросы, карусели, открепительные талоны, 99% на Кавказе и 146% в телевизоре. Это было впервые в нашей истории, и люди, не знавшие до тех пор, что государство обманывает их на выборах, вышли на улицы. Самое неприятное, что рано или поздно что-нибудь такое и напишут в учебниках истории. Вовочка к доске. Расскажи, почему люди в 2011 году вышли на Болотную? Потому что выборы, Марья Ивановна. Вовочка получит пятерку, а про 2011 год так никто в итоге и не поймет. Говорят, сейчас специалисты меняют имидж президенту Путину. Он больше не будет изображать мачо, а будет изображать мудрого патриарха. Если это так, то идея правильная. Время от времени имидж нужно менять. Это нормально. Зато премьер-министру Медведеву по какой-то причине имидж не поменяли. Забыли, не подумали. Подозреваю, что именно поэтому так неприятно смотреть и слушать то, что он говорит сейчас. У него уже все по-другому, а никаких новых слов, новых жестов, новых гримас для него не изобрели. До нашего это устаревшее, оставшееся от тех трех с половиной лет. Старые слова в новом шрифте мы читаем их или слушаем, если по телевизору, и они раздражают, потому что напоминают нам о нас самих, о том, какими мы были до сентября прошлого года. Каждый такой флешбек неприятное и обидное воспоминание о 2010 или 2009 или 2008 годе, когда очень хотелось верить, что никакие личные обязательства Медведева перед Путиным не смогут оказаться сильнее естественных законов истории. Анна Иоанновна рвет кондиции. Александр I обещает, что все будет как при бабушке. Верный ленинец Сталин растреливает ленинскую гвардию, а верный сталинец Хрущев проводит 20-й съезд. Но и опыт Горбачева, разумеется. Знаю людей, которые вспоминали, что даже не в апреле, а в марте 1985 года, прямо на похоронах Ферненко, когда Горбачев назвал высшей ценностью человеческую жизнь, поняли, что он обязательно всю эту систему развалит к чертовой матери. А один мой ныне покойный знакомый, философ Зиновьев, говорил, что понял все про Горбачева еще осенью 1984 года, когда тот во время визита в Лондон не поехал возлагать венок к могиле Маркса. Конечно, это все были позднейшие аберрации про похороны Черненко и про могилу Маркса. Когда все уже свершилось, легко подверстать любое воспоминание, действительно ли выдуманное, под то, что случилось на самом деле. Стал бы Горбачев новым Брежневым, никто бы ничего такого про него не вспоминал. Но в том-то и секрет, что никаким новым Брежневым Горбачев не стал бы, даже если бы захотел. Потому что история, потому что естественный ход событий, который сильнее любого человеческого фактора. Один мой умный товарищ, Альшанский, вывел тогда симпатичную теорию постсоветской эволюции. Вот был африканский царек Ельцин, его сменил латиноамериканский вождь Путин, а Медведев это уже что-то восточноевропейское, как минимум румынское. И прогресс в этом смысле был очевиден. Мы умные, мы знали и про Анну Иоанновну с кондициями, и про Горбачева с могилой Маркса. Поэтому мы и про Медведева все, конечно, заранее знали. Вообще слово «мы» конечно плохое, лучше говорить за себя. В своем интервью с Игорем Пивоваровым и прочим, Медведев сказал, что я, то есть Олег Кашин, дословно довольно энергично критиковал президента и правительства. Это неправда. Я понимаю, что тут нечем особенно гордиться, но президента Медведева я не критиковал никогда. Зато много писал вот обо всем об этом, но не о сигналах, конечно, как Юргенс с Гантмахером, два главных провозвездника Медведевской модернизации, а о неизбежности раскола тандема, о том, что Медведев с Путиным из разных поколений, и что Путин рос во дворе в 50-е, а Медведев в профессорской семье при Брежневе, и носил такую же синюю школьную форму, что и я, и мама давала ему с собой в школу яблоко. Ну и так далее. Этот набор видимых отличий известен всем наизусть. Когда в октябре 2010 года я ходил на встречу Медведева с рок-музыкантами, он говорил, что в отличие от известно кого, он знает, кто такой Шевчук. И вообще-то это те же самые слова, которые он произнес и сейчас, после этого интервью, только вместо Шевчука теперь весь лимит опоздания. Не знаю, не помню, о чем речь, но, видимо, он как-то подколол Путина. А остальное все до деталей так же. Тогда тоже эти слова произносились не для цитирования, а потом тоже совершенно случайно ролик про Шевчука появился на Ютубе. Только вместо Russia Today его случайно выложила Реа Новости. Там действительно была коллизия, что Медведев сказал, что в отличие, сами знаете от кого, я знаю Шевчука в лицо. Но потом Тимакова попросила журналистов об этом не писать. Типа вот как бы он этого не говорил. А потом, да, показали отдельно на Ютубе. Рукописи и кэш Яндекса не горят. Поэтому я выглядел бы совсем глупо, если бы стал сейчас скрывать, что 3-4 года назад я был нормальным, промедведевским автором, который натурально надеялся на то, что завтра, или в крайнем случае, послезавтра, наш новый президент начнет свою перестройку, которая приведет нас сначала из Латинской Америки в Румынию, а потом, чем черт не шутит, во что-нибудь еще более симпатичное. Я в это действительно верил. Не могу сказать, что я был в этом смысле одинок. 2010 год, я не помню в нем каких-то особенно ярко выраженных революционеров из тех, кого встречу потом на Болотной. Навальный, знаменитый миноритарий госкорпорации, пишет в ЖЖ посты про воровство и уезжает учиться в Америку. Собчак вообще ведет Дом-2. Телеканал Дождь в том году, как раз и запустившийся, чередует свои новостные выпуски с оптимистическими сюжетами про Сколково. Самый радикальный политический протест того года направлен всего лишь против мэра Хима Владимира Стрельченко. Если это не теория малых дел, то что же тогда считать малыми делами? К весне 2011 года ожидание перестройки уже выглядело пошловато. По поводу очередной пресс-конференции Медведева ходят слухи, что на ней он объявит о своем втором сроке, а может быть не только о нем. Он не объявляет. И журналист Владимир Федорин пишет о Медведеве невероятно по тем временам жестокий текст, о заглавленной пустое место. Пройдет 4 месяца и случится 24 сентября, действительно главный политический день 2011 года. Скапливавшиеся по миллиграмму на протяжении 3,5 лет ожидания по поводу Медведева официально превратились в труху. Люди вышли на улицу после выборов Госдумы только потому, что эти выборы оказались ближайшим по времени к 24 сентября формально важным политическим событиям. Не было бы выборов, случилось бы что-нибудь другое. Болотная была предопределена именно 24 сентября. И именно в том виде, в каком мы ее знаем, когда мирные обыватели, в страшном сне, не представляющие себе, что такое автозак, и совершенно не готовые прорывать ОМОНовские цепи, собираются на самой бессмысленной площади центра Москвы и не решаются даже вслух сказать, что дело совсем не в выборах. 2012 год. Пишите в комментариях, что вы об этом помните, что вы об этом думаете. Я все комментарии читаю, на многие отвечаю. Ну а если вам нечего сказать, ставьте прямой, простой, честный лайк. Эту статью тогда опубликовало несуществующее ныне издание OpenSpace. Теперь же свои новые, свежие статьи я трижды в неделю публикую в Телеграм-канале. Кашин плюс. Он закрытый, он платный, но это не страшно. Подписка 5 евро в месяц. Любая карта, российская, не российская. Простая и удобная ссылка на подписку прямо здесь, внизу, в описании того ролика, который вы сейчас смотрите. Также имейте в виду, что ежедневно в 8 вечера по Москве на этом же YouTube-канале, на YouTube-канале Олег Кашин я провожу свои сольные классические авторские стримы. Вначале произношу краткую речь по итогам дня, потом долго и подробно отвечаю на все вопросы всех зрителей. Всегда остро, всегда интересно. Смотрите, чтобы не пропустить, нажимайте на бубенчик, ну и подписывайтесь на мой YouTube-канал, YouTube-канал Олег Кашин. Читайте меня, смотрите меня, слушайте меня, оставайтесь со мной и возвращайтесь. Я Олег Кашин, всем спасибо, всем пока, всем до завтра.